А вы в курсе, что продукция, произведенная в Краснодарском крае, обозначена специальной маркой? Если на товаре есть отметка «Сделано на Кубани», значит, он отвечает самым высоким требованиям. Здравствуйте, это программа «В курсе», я Татьяна Говоркова. Здесь мы говорим на темы, которые так или иначе затрагивают интересы жителей Краснодарского края. И сегодня речь пойдет о такой приоритетной задаче для нашего региона, как повышение качества товаров. Товары, произведенные в Краснодарском крае, заслуженно пользуются спросом не только на территории региона. Они хорошо известны и за его пределами. Для популяризации и гарантии качества и экологичности продукции был разработан краевой бренд «Сделано на Кубани». Этот знак означает, что товар качественный и отвечает самым высоким требованиям. И вот немного о его истории. В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев презентовал знак «Сделано на Кубани». Знак качества был разработан в целях имени популяризации продукции, произведенной на территории Краснодарского края. По поручению губернатора за два года Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края организовано и проведено уже четыре конкурса. На этих конкурсах были представлены товаропроизводителем свои товары. Они прошли экспертную оценку и дальше комиссия принимала решение по результатам этой экспертной оценки и присвоению баллов присваивать знак или не присваивать. По итогам четырех конкурсов победителем признан 541 товар от 169 производителей региона. Это и продовольственная, и не продовольственная сфера, и технические моменты, даже программные продукты, которые разработаны в Краснодарском крае, удостаиваются знака. Специально для победителя конкурса были разработаны преференции и различные меры поддержки. На сегодняшний день в краевые фонды поддержки малого и среднего предпринимательства обратилось 38 предприятий. МСБ и 5 крупных предприятий, обладателей знака, и различными, скажем так, фондами и различными параметрами было оказано 173 меры поддержки нашим товаропроизводителям. Для продвижения товаров, победивших в конкурсе, создано государственное казенное учреждение в июле этого года, Центр развития торговли, который я представляю. Место происхождения товара – одна из составляющих регионального бренда. Использовать знак качества «Сделано на Кубани» могут только те предприятия, продукция которых признана победителем краевого конкурса в области качества. Он так и называется – «Сделано на Кубани». Организатором выступает Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Он же поддерживает кубанских производителей, содействуя продвижению на внутренних и международных рынках местной продукции. Она перед тем, как попасть на прилавок, проходит всестороннюю оценку. Первое – при приходе на работу заправляем весь материал, засыпаем чай, подготавливаем упаковку, запускаем машину. Но представьте, если один день я не выйду на смену, 3 миллиона кубансов останутся без чая. Перед тем, как попасть в упаковку, каждая чаинка проходит множество испытаний от очистки до упаковки. Механизм работает как часы и сбои недопустимы. Только над одной пачкой чая трудятся больше сотни человек. Запрос на краснодарский чай выше, чем количество пригодных для его выращивания земель. Самый северный в мире чай в основном растет на плантациях в Сочи. На полках уже можно увидеть чай с отличительным знаком. Кубанский продукт всегда отличался и по качеству, и по вкусовым, и по своему составу от всех других. И в России всегда уважают и любят кубанский продукт. Но когда это легко отыскать на полке, что именно с такой красивой символикой Кубани, я думаю, что это поможет еще раз усилить наши позиции на полке. Ребрендинг упаковки уже прошел на многих заводах. Так, например, в Белореченске, где ежедневно выпускается до 600 тонн натуральных соков, сделанных исключительно из кубанских фруктов и ягод. Победителями краевого конкурса уже стали больше 50 предприятий региона. Главное требование бренда – качество и безопасность продукции. Оценивается процент местного сырья, который используется в производстве, а также актуальность и уникальность товара. Специальной линейки товаров для конкурса нет. В основном это те продукты, которые можно увидеть в магазинах. Это абсолютно стандартно, то, что выпускаем мы каждый день. Белый и черный хлеб – обычный кирпичик. Это продукт, скажем так, он наш повседневный. Основный продукт нашего производства – это сало во всех видах. Я думаю, кубанское сало, оно узнаваемо во всех регионах страны и мира. Победителями конкурса уже стали небольшие и крупные предприятия Кубани, среди которых завод минеральных вод «Горячий Кручевской», «Новоросцемент», мясоперерабатывающий комплекс «Деньской» и другие. Полученная премия для предприятий – не повод расслабляться. Скорее наоборот, ведь производители должны постоянно доказывать, что они достойны наносить на свою продукцию яркую марку «Сделано на Кубани». Право на этот логотип дается всего на два года, но лишиться его предприятия может и раньше срока, если товар не будет соответствовать заявленному качеству. Это должно вывести кубанскую продукцию на новый уровень. Интерес к товарам местных производителей уже есть, ведь стоят они на порядок дешевле иностранных. А главное – есть уверенность в их качестве, ведь сделаны они на Кубани. В краевом конкурсе могут участвовать производители продовольственных товаров. Это хлеб, кондитерские изделия, мясная и молочная продукция, чай, сиропы, огурцы, помидоры, грибы, жареные семечки, минеральная вода и другие. Также непродовольственные товары – это трикотажные изделия, белье, посуда, моющие средства, обувь. А также производители товаров производственно-технического назначения, то есть оборудование, трубы, комбикорма, биогрунт, профили и другие товары. Дальше происходит конкурсный отбор, происходит экспертиза, проблем никаких. Единственное, только лишь, скорее всего, наш вопрос, вопрос донести до товаропроизводителя о том, что есть такой конкурс, о том, что это действительно поддержка, о том, что не надо здесь затративать, то есть стороны товаропроизводителя никаких затрат они не несут для того, чтобы получить этот знак качества. 169 товаропроизводителей получили этот знак качества, это товаропроизводители не только продовольственной сферы, но и непродовольственной сферы. Они получают различные формы поддержки от фондов Краснодарского края, об этом всем можно ознакомиться на нашем сайте. Они участвуют коллективными стендами на различных выставках, которые департамент Патриферы и наше учреждение организовывает. Буквально вчера мы прилетели из Санкт-Петербурга, где участвовали с нашими товаропроизводителями в выставке Петерфуд. До этого была выставка в Ростове, где также мы принимали участие. Поэтому на следующий год запланировано очень большое количество выставок, где также будет нашим кубанским товаропроизводителям предоставиться возможность участия на коллективном стенде. Для них это абсолютно бесплатно, подчеркиваю. В Ростове наши два сыродела заключили контракты с сетями ростовскими. Представители, производители масла, подсочного масла заключили договор с лентой на поставку своего товара. То есть такие есть положительные эффекты. Мы ожидаем увеличения в три раза порядка количества товаропроизводителей и товаров уже тех товаропроизводителей, которые имеют этот знак качества. Контроль осуществляется нами качество товаров путем лабораторных исследований, независимой оценки. У нас в государственных казённых учреждениях заключены договоры с лабораториями по проверке качества и органолептики. Выезжают представители лабораторий, закупают в сетях товары, которые уже до условия знака качества, проводят лабораторную экспертизу. И, соответственно, либо товару подтверждается знак использования, либо товар и товаропроизводитель лишается этого знака, использует этот товарный знак. Победители конкурса имеют множество привилегий. Это продвижение продукции со знаком качества, сделано на Кубани, на краевых и федеральных выставках и конкурсах, узнаваемость на рынке, стимулирование локального производства, привлечение инвестиций и защита от подделок. Кроме того, производителям помогают в сертификации продукции и регистрации товарного знака, предоставляют поручительства от краевых фондов при получении кредита, а сами займы выдаются по пониженной ставке от 5% годовых. Также есть возможность софинансирования инжиниринговых услуг до 95%. Данные о производителе продукции под знаком «Сделано на Кубани» вносят в каталог экспортеров. К слову, это дает дополнительные баллы на другом конкурсе «Лучший экспортер Кубани». Таким производителям гарантируют внеочередное рассмотрение обращений в институтах поддержки предпринимателей. Ну а потребители, то есть мы с вами, в итоге видят отличное соотношение цены и качества продукта. Подробнее об этом в интервью рассказала начальник отдела департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Елена Кочегарова. Продукция, которая выделена уже на полках знаком, привлекает внимание потребителя. Поэтому, в принципе, ничего неожиданного не было. Мы только отмечаем растущий интерес производителя к этому конкурсу. У нас среди победителей, конечно, есть известные товаропроизводители. И есть небольшие предприятия, которые работают год и менее, и уже зарекомендовали себя как производители качественной и безопасной продукции. Это, например, фирма Агрокомплекс, фирма Калория, хлебозавод номер 6, филиал хлебозавод номер 6. А есть такие небольшие предприятия. Это Биовеста Юг, производят халву, мармелад. Хлебная пристань, тесто замороженное производит Гулькевичский район. Например, ИП Чернышов, производят сыры. Там всего два человека работают. И тем не менее, продукция очень вкусная, хорошая, качественная. Это Курганевский район. Орубин, Северский район, они производители технологического оборудования для пищевой промышленности. Ну и так далее, другие. Оценка у нас производилась по трем номинациям. У нас три номинации. Подовольственные товары, непродовольственные. И товары производственного технического назначения. Эксперты, они подбираются в зависимости от вида товаров, которые подлежат экспертной оценке. И состав формируется экспертная комиссия, исходя из той подгруппы товаров, которую приходится изучать. Экспертная оценка, вот последний конкурс проходила несколько дней подряд. Для каждой экспертной оценки был свой состав. То есть состав экспертов входили и специалисты департамента нашего потребительской сферы, и регулированные рынки алкоголя Краснодарского края, специалисты департамента промышленной политики, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, сотрудники Роспотребнадзора, представители ассоциаций, это Кубань-молоко, Кубань-мясо-пром, Кубань-хлеб-пром, также эксперты в области подтверждения соответствия продукции по видам продукции. То есть достаточно обширный был состав экспертов. Экспертная оценка товаров, которые заявлялись на конкурс, проходила в соответствии с методикой, которая утверждена департаментом. И если мы говорим про продукцию продовольственной группы, здесь прежде всего оценивали мы по органолептическим свойствам продукции. Это вкус, цвет, запах, консистенция. Также маркировка продукции товара проверялась в соответствии с требованиями. Документация на товар. Если мы говорим о товарах непродовольственной группы, то здесь прежде всего изучались документы, полный пакет, там вся необходимая информация, которая содержалась, маркировка, проверялось сырье, из которого производится продукция. Ну и также товары производств технического назначения, визуально смотрели на продукцию. И проверяли такие нюансы, допустим, как цвет шрифта, информация для потребителя размещается, размер. Допустим, у нас была продукция, представленная соки, был оранжевый шрифт на красном фоне, то есть нечитаемый. Мы сразу связывались с производителем, говорили, что вот мы вам рекомендуем, то есть это не нарушение, но как социально-народный потребитель это неудобно. Вот мы вам рекомендуем обратить внимание, чтобы поменять шрифт. Они сказали, да, спасибо большое. Потом были такие нюансы, например, продукция была предоставлена на экспертную оценку, был срок годности указан, не была указана дата производства. Это какая-то недоработка случаев. То есть такие моменты. Что касается сырья, не по всем группам товаров, можно сказать, что сырье это должно быть основной составляющей. То есть есть такая продукция, сырье для производства, которое в крае не производится, не произрастает, поэтому также это учитывали мы. Для победителей конкурса разработана система преференции, которую мы разделяем на два больших направления. Первое – это государственная поддержка, это предоставление займов по льготным процентам, это содействие сертификации продукции, софинансирование инжиниринговых услуг у нас до 95%. Потом поддержка и представление поручительства от краевых фондов при получении кредитов. И второе – это, конечно, вопросы о продвижении продукции. Это, как уже было сказано, выделение товаров на полке. И также мы приглашаем для участия во всевозможных конкурсах, выставках, ярмарках этих победителей. То есть тем самым мы их делаем более узнаваемыми, и это все сказывается потом на увеличении товарооборота. Список производителей, чья продукция отвечает самым высоким требованиям, качества и безопасности, есть на сайте продуктовкубань.ру. Ресурс полезен не только тем, кто планирует получить такую же отличительную марку, сделанную на Кубани, но и представителям бизнеса. Магазины, ательеры и рестораторы могут выбрать для заключения договоров действительно ответственных партнеров и сформировать собственный ассортимент продукции. А для производителя это еще одна возможность расширить рынок сбыта. Как раз об этом шла речь во время круглого стола, прошедшего в рамках международного туристского форума «Сифт» в Сочи. В диалоге и будет решаться этот вопрос, когда наши товаропроизводители услышат тех потребителей, этих рестораторов-отельеров, что им нужно, что как к ним заходят конкуренты, то есть не кубанские товары, и почему они там. А наши рестораторы-отельеры услышат, что есть такие проверенные качественные продукты на нашей территории. И это задача именно департамента потребсферы и нашего казенного учреждения, чтобы такие диалоги строились, выстраивались, и более того, из них раздался тогда уже эффективный для обоих сторон эффективное решение. То есть и задача отельеров-рестораторов, чтобы у них был качественный, хороший, недорогой продукт, и у наших товаропроизводителей, чтобы у них был доступ на рынок, именно этот сбытовой рынок отелей и ресторанов. По итогам четвертого конкурса, прошедшего в этом году, знаком качества отмечена продукция 54 предприятий. Ярким логотипом будут обозначены еще 124 товара, произведенных в крае. При этом многие из производителей принимали участие в конкурсе не в первый раз. Как отметил руководитель Краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, Роман Куриный бизнес привлекает созданная система преференций и льгот для обладателей знака «Сделано на Кубани». Процитирую его слова. По итогам двух конкурсов в Краевые фонды поддержки малого и среднего предпринимательства обратились 42 победителя. Эти компании получили займы по заниженной процентной ставке, инжиниринговые услуги, поручительство, содействие в поиске иностранного партнера. Руководитель департамента призвал победителей поддерживать качество продукции на должном уровне. В дальнейшем товары, получившие краевой знак качества, пройдут еще одну проверку качества и безопасности. Проведением лабораторных исследований занимается Центр развития торговли Краснодарского края. Всего по итогам конкурсов победителями признаны 418 товаров, а это 133 производителя региона. Добавлю, что пятый конкурс стартует 13 января. Подать заявку на участие претенденты смогут в режиме онлайн на официальном сайте конкурса. Экспертная оценка товаров, заседания конкурсной комиссии и награждения победителей пройдут в мае. Ну и это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова